Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Анатолия Попанова, советского актера театра и кино, театрального педагога и режиссера, народного артиста СССР. Анатолий Попанов родился 31 октября 1922 года в небольшом городе Вязьма Смоленской области. Отец был военным, служил в охране железнодорожного узла, мать-полячка по национальности, работала модисткой. В 1930 году семья переехала в Москву, подростком Анатолий работал в ремонтных мастерских второго московского шарикоподшипникового завода «Летейщиком». В 17 лет начал заниматься в драматической студии при Доме культуры завода «Каучук» — любительском театральном кружке, которым руководили актеры театра имени Вахтангова. В 1937 году впервые снялся в кино, сыграв эпизодическую роль рабочего в фильме «Ленин» в октябре, затем продолжил сниматься в массовках. В первые же дни Великой Отечественной войны Папанов отправился на фронт. В 1942 году он был серьезно ранен в ногу, несколько месяцев пролежал в госпитале, демобилизовался инвалидом третьей группы. В 1943 году вернулся в Москву и поступил на второй курс актерского факультета ГИТИСа, по окончании получил приглашение и во МХАТ, и в Малый театр, однако он вместе с сокурсниками уехал в Клайпиду, Литва, чтобы создать собственную труппу. С 1946 по 1948 год выступал в Клайпидском русском драматическом театре, в 1948 году перешел в Московский театр Сатиры, где играл почти 40 лет. Кинематограф долго не замечал этого актера, вплоть до начала 1960-х годов. Анатолий Попанов первоначально выступал в привычном комическом амплуа «Приходите завтра, порожний рейс, золотой теленок, дайте жалобную книгу», создавая остро характерные, сатирически трактованные образы. Дебют в большой кинороле состоялся в 1961 году, в эксцентрической комедии «Человек ниоткуда» Попанов сыграл не только основного антагониста Аркадия Крахалева, но и еще несколько эпизодических ролей. Однако истинным прорывом в «Кинокарьере» Анатолия Дмитриевича стало его приглашение три года спустя на главную роль генерала Серпилина в экранизации «Живые и мертвые». За нее Попанов был удостоен государственной премии РСФСР. Этот опыт непростого постижения многопланового характера помог Попанову в дальнейшем исполнить еще несколько драматических ролей современников в фильмах «Иду на грозу», «Наш дом», «Белорусский вокзал», «День приема» по личным вопросам, «Разрешите взлет». Анатолий Попанов мог сниматься абсолютно во всех жанрах, оставаясь всегда органичным и естественным. Ни один из его персонажей нельзя назвать наигранным или же надуманным. Где бы актер не появлялся, его героям всегда верили. Его можно увидеть и в психологических фильмах, и в лирических комедиях и в сатирах. Актеру удавалось совмещать сатиру и трагедию, при этом наделяя своих персонажей таким спектром чувств и эмоций, что каждый его герой обязательно западал в душу зрителям. Попанов также интересно выступал в «Трагикомическом адъютант его превосходительства», «Веренея», «Служили два товарища», и лирико-драматическом амплуа «Дети Дон Кихота», «Отцы и деды», «Время желаний», в экранизациях произведений Антона Павловича Чехова «Семейное счастье», «Плохой хороший человек». А после фильма «Берегись автомобиля» в Анатолии Попанове рассмотрели прекрасного комика, именно после этого фильма он сыграл во множестве различных комедий, которые все мы знаем и любим. Актер снялся в невероятно популярных, ставших культовыми картинах «Джентльмены удачи», «12 стульев», в которых очень ярко и сильно проявился и драматический и комический талант артиста. В фильмографии Анатолия Попанова есть две картины, которые пользуются большой популярностью у зрителей. Первая — комедия «Бриллиантовая рука», в которой Попанову довелось перевоплотиться в контрабандиста «Люлика». Худсовет негативно воспринял эту ленту, но зато зрители были от нее просто в восторге. Многие выражения его героя ушли в народ, их цитируют и до настоящего времени. После выхода этой картины Попанов не мог спокойно ходить по улицам, его узнавали везде. Вторая картина называлась «Холодное лето» 1953-го, и именно она показала всем силу драматического таланта Анатолия Попанова. Его герой, политический ссыльный Копалыч, пришелся по душе не только зрителям, но и придирчивым критикам. Очень жаль, что сам артист не дожил до выхода фильма на экраны. Попанов, очень разноплановый актер, с одинаковым успехом играл трагические и комические роли. Актера приглашали озвучивать мультфильмы. Самым узнаваемым анимационным образом Попанова стал «Волк из «Но, погоди». Голосом Анатолия Дмитриевича говорят еще 95 мультяшных персонажей. В последние годы жизни Попанов снимался мало. Артист преподавал в ГИТИСе и играл в театре сатиры. С 20 мая 1945 года был женат на актрисе Надежде Каратаевой, однокурсница по ГИТИСу. В 1954 году в браке родилась дочь Елена, ставшая позже актрисой театра имени Ермоловой. Скончался Анатолий Попанов утром 5 августа 1987 года в Москве на 65-м году жизни, вернувшись домой со съемок картины «Холодное лето» 53-го. Анатолий Попанов, народный артист СССР, ему присуждена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, за роль Серпилина в фильме «Живые и мертвые», государственная премия СССР, посмертно, за роль Копалыча в фильме «Холодное лето» 53-го, награжден Орденом Отечественной войны первой степени, лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы актерам за образы», созданные в фильмах «Живые и мертвые», «Родная кровь», приходите завтра. Дорогие друзья и гости моего канала, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам, спасибо за ваши лайки и комментарии, желаю вам крепкого здоровья и благополучия.